так ну первый апдейт это я не аня но сорян кто пришел посмотреть именно на не у они получилось случилось так что пришлось срочно лететь командировку и по этой причине я решил ее заменить мне достаточно легко заменить ее в плане того что я более чем знаю что это такое за идея изначально там в какой-то мере родилась в моей в голове и потом мы уже дальше и этом раскручивали совместно продвигает дальше и сейчас я попытаюсь в один в слот одного доклада вместить скорее 2 это о селф-хиллинге и от реле который я как готовил доклад к будущим конференциям но он тоже там не до конца еще был закончен поэтому они ужмутся и будут два lightning толка который закроет тему селф-хиллинга и тесту код маппинга что же давайте тогда начнем для тех кто меня не знает меня зовут дмитрий гуменюк в тайт ли senior delivery менеджер senior продукт менеджер я работаю уже в айтишки больше 13 лет и меня отжава дала русский бэкграунд с которым я когда-то начал и потом пересекся с автоматизацией как-то понеслось поехала что в итоге превратилось то что я пишу продукты для автоматизации чтобы решать их проблемы ну и я продуктов нер решение report портал . и кто знает что такое а кто использует хорошо ну и организатор данной конференции вот всего этого балагана все что здесь происходит в эти дни ну чтобы вы понимали конференции это скорее хобби которое из происходит в свободное после работы времени ни в коем случае это не основная работа это просто вот там я трачу свои выходные жизненно то что делать еще такие мероприятия о селф-хиллинге у селф-хиллинга на самом деле уже появилось название мы решили назвать эту библиотеку хиллени умом и сейчас я пробегусь по основным пунктам как какую проблему мы собственно решаем как она работает немножко демки и как это легко со всем интегрируется какая проблема проблема описывается тем образом что у большинства кто имеет автоматичный ui тест они очень часто падают там очень много нестабильных тестов из-за локаторов то есть где-то как-то меняется приложение на ui что-то изменяется и ваш тест просто падает просто потому что не может кликнуть куда-то в нужный объект и обычно это пока проблема в том что порядка 40 процентов f это команды которые занимаются стабилизацией юных тестов уходит ровно вот на восстановление этих локаторов это достаточно большие траты нежели там писать новые тесты действительно закрывать то что нужно поэтому решили подумать чем же мы можем эту проблему решить и что мы вообще хотим мы хотим ура стабильные тесты мы хотим чтобы меньше тратить время на по и просто выискивание и правку локаторов в коде поэтому у нас в голове возникла идея которая стал закрутилась описалась в виде какого-то алгоритма но как показала практика мы на самом деле в этом плане были не одни и точно такие же похожие решения применяются вот в этих трех штуках это мы был тесте мое true automation они также используют эти self-healing алгоритмы они правда их называют и я и power этой бейс там вообще все все ай 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 на самом деле там не настолько сильно ай ай но как бы они работают они работают очень хорошо чем специфика их решений они в основном выстраивают вот набор динамических локаторов то есть если вдруг где-то локатор не сработал они строят другой динамический локаторы пытаются на основе каких-то приоритетов выбрать больно более правильный то же самое примерно делаем и мы плюс этих решений они стоят дорого это и минусы они стоит дорого там есть красивые стабильные тесты все все хорошо но только самая большая проблема что вы должны полностью использовать их инфраструктуру то есть если вы уже влезли то из их природы и мира выйти сложно и вторая проблема то что неважно забыл какая вторая проблема а стартануть можно только от начала то есть вы не можете где-то в середине существования вашего проекта ли ваших тестов взять и начать писать с помощью использовать эти алгоритмы в чем же отличие нашего решения это простая библиотечка которая встраивается в любые существующие уже тесты и вы можете получать там бенефиты восстановление локаторов в любой момент времени и сама по себе интеграция меняется интеграция имплементация интеграция происходит достаточно быстро все лишь заменой одной библиотечки плюсики всего этого дела быстро представляет из локаторы в конце еще мы сделали экшена был отчет который прям можно кликать и он в вашем айды и в идее будет менять код там где это нужно я уже не буду углубляться прямо во все эти как оно работает работает все достаточно просто примерно вот так на самом деле сзади за этим всем лежит алгоритм называющийся он гостком и на соб секунс то есть по простому гитхаб использует точно такой же алгоритм для того чтобы определять разницу между вашими кодками там между вашими ветками и всем тем объемом информации которые вы накопили там и комитайте и мы его немножко усовершенствовали добавив туда определение еще веса определенных атрибутов то есть допустим если у вашего объекта есть айдишка класс какие-то атрибуты марджины бордеры и прочее прочее каждый из этих атрибутов имеет свой определенный вес то есть если у вас совпадает айдишка приоритет максимально высокий если это где-то там бордеры то они дают меньший приоритет и все эти вот набор приоритетов складываются на основе этому как раз таки kind of ml алгоритмов для того чтобы подсказать вам самый подходящий элемент как же но вот эти элементы находит он сравнивает две структуры страницы то есть тот момент когда у вас хоть раз прошел тест позитивно хоть раз локатор сработал он забирает этот позитив стоит он забирает у структуру которая отреагировала и хранит ее у себя следующий раз как только локатор упадет что-то сломается он забирает этот текущее состояние страницы сравнивает его с предыдущим который отработал правильно ищет тот элемент который отработал раньше на основе вот этой приоритизации внутри новой структуры и просто дает вам сгенерированный динамический локатор на то чтобы нажать в новый элемент с большего это и все вся магия конечно же кроется в основном в той библиотечке который занимается поиском и ком сравнением эта информация интеграция происходит с помощью всего лишь двух библиотек нужно добавить 2 джарки которая есть там хелениум селениум джар и 3 компэринг это вот тот самый kind of ml алгоритм который этим занимается как же это работает что здесь происходит первый шаг вот ну что здесь есть есть наши веб-тесты точнее в пейджи где мы пытаемся с помощью селениума искать какой-то элемент у нас есть теста то внешний фреймворк который с помощью селениума и find by а пытается куда-то кликать и наша подключена библиотечка с хелениумом как только первый проход у теста произошел то есть вот здесь важный аспект тест должен хоть раз правильно пройти если он прошел мы сохранили локатор он упал хелениум сохранился в локальном сторожи мы знаем что вот здесь правильный элемент реагирует и работает правильно при следующем проходе если вдруг элемент not found то есть всего лишь падает ошибка и мы не можем найти этот локатор мы забираем текущее состояние странички отдаем ему в камп в компэрисон сравниваем его со сторожем и на основе этого анализа на основе приоритизации алгоритм отдает список локаторов упорядоченных по приоритету нажатия и соответственно алгоритм выбирает просто потом по порядку берет 1 пробует потом 2 и 3 и отдает его уже на исполнение в этот самый find by таким образом получается что элемент срабатывает тест от проходит все у нас хорошо жизнь прекрасно отсюда вытекает тот момент что сама имплементация и добавление вот этой селением хелениум джарки достаточно простая под все что она в себе содержит она содержит в раппер вокруг find by а всего лишь три кич который если вдруг тройки еще точнее расвалился кич его ловит и запускает алгоритм поиска нужного элемента все гениально просто девочка как это выглядит не то чтобы сильно life но для понимания точно будет давайте сделать ускоренным чуть-чуть что здесь на экране показаться вот у нас есть написанный тест с двумя локаторами которые направлены сейчас на простенький сайт в котором созданы страничка там для сабмита емейла тест показывает то что мы спиртом сразу его запускаем давайте перемотаю смысл том что мы запустили тест у нас прошел на сохранился позитивный стоит там получили этот самый первичный зеленый проход во второй раз вот что делается сейчас на экране меняется имя положение кнопки изменяется просто там структура странички чтобы кнопка subscribe находилась уже где-то в другом месте запускаются еще раз тесты они показывают что они падают они не проходит и что становится логично вот видно два два упавших теста она был ту локейт элемент то есть просто селениум не нашел локатор драйвер теперь возвращается все назад и все что делается сейчас на экране просто реплейсом в коде делается замена всех файн баев на page в файн бай это другая аннотация которая все что делает это во-первых привязывается какой-то страничке чтобы отличать на какой она работала во вторых при падении она будет вызывать уже хелениум как таковой все соответственно замена произошла запускается снова тесты им нужно в первичном получить первый позитивный проход мы видим что все тесты прошли все хорошо и что делается заново изменяется структуры странички чтобы но вызвать момент непрохождения и тесты запускаются поверх запускаем эти тесты я думаю результат достаточно очевиден они пройдут и мы видим последний прогон где все тесты пост все хорошо то есть в процессе хелениум восстановил тесты вот здесь он пишет о том что он было обнаружено падение он искал другой элемент нашел другой элемент который должен отвечать и использовал его для того чтобы кликнуть на нужный объект что удобно в конце я прогона хелениум выдает вот такой вот отчете который говорит где и что было заменено то есть он нами подсказывает вам вот эти самые локаторы которые сломались и и просто кликом на одну кнопочку accept вы можете с обмитнуть измененные локаторы в код то есть точно так же это можно сделать с помощью jenkins триггера менять там делать код комит ваш вашу автоматизацию на замену локаторов это уже дрил пошел понятно ли деревья пока что хранятся локально прямо в ровно там где пробегает ваши тесты следующим этапом есть мысль хранить их заливать на какой-то простенький сервачок ну не то чтобы текст эшка там скорее джейсон к даст структуру этого давайте я тогда приступлю дальше на вопросы ответив к отвечу в конце вы там запишите их себе чтобы не забыть описание работы и self-healing драйвера все чем отличается у него добавляется page объекта это описание привязка к странице чтобы локаторы допустим между разными вьюхами между разными пейджами не не перепутывались это просто дает дополнительное предостережение чтобы не перекрывать одинаковые локаторы find by тот же самый и не локатор процессор это просто вот привязаны этого engine который обрабатывает поиска локатора функции поддерживаем я думаю пропущу но это все стандартно все что умеет в драйвер селением и более того она умеет работать вместе даже с селенидом она умеет работать в параллельных в ремоутных запусках то есть вообще без разницы где и как запускается она работает везде html репорт уже сказали в идея плагине то есть есть маленький плагин для самой идеи вот где вы пишете код который привязывается к этой html страничке который позволяет вам вот самый тот один клик на эту кнопку пробрасывать изменения внутри вашего кода это быстро и удобно и прям в восторге все автоматизаторы от этого становится здесь идет описание того что можно как работает этот плагин его можно экстендить для своих нужд и перейдем к интеграции интеграция еще раз достаточно простая нужно просто в н количество в нескольких местах поменять чем вы вызываете и чем вы обворачиваете find by но я думаю вы это можете всю инфу найти собственно нашем гитхабе все это уже выложенные доступно в open source и и все это распространяется под лицензии apache то есть не имеет никаких за собой интеллектуальных там ограничений прочего прочего так что просто заходите скачивайте пробуйте какие результаты как это работает работает на самом деле прям очень хорошо настолько хорошо что мы даже иногда не верим что она может так хорошо работать поэтому основной момент чем мы сейчас занимаемся мы ищем все больше и больше пилотных проектов чтобы найти где же она не будет работать пока что вот прям 2 200 процентный результат излечения в любых тестах связанных с локализацией там это вообще просто спасение она на тех проектах где попадались такие ситуации там сократили мы огромное количество падений любых других проектах где автоматизация падает просто из локаторов тоже 100 из 100 поэтому приходите нам нужно еще пилоты попробовать где же эта вещь не будет в конце концов работать во что мы уперлись какие у нас были issues и о чем думаем дальше первое еще которые с которым столкнулись это была скорость обработки то есть тот момент когда это самый файл бай падал и хелениум начинал искать замену алгоритм вот этого kind of и мэля занимал достаточно долго тем самым как бы удлинял проход тестов с одной стороны вроде бы окей ладно прошли тесты там на 15 секунд дольше но зато они как бы прошли не упали из-за локатора но люди стали жаловаться поэтому мы переписали и ускорили процесс этот процесс обработки сейчас как бы последующий пункт был типа а я чего у нас там столько информации потом остается вот это вот на local storage файлики падают давайте их куда-нибудь переложим на сервачок поэтому сейчас делается маленький микро сервис который будет забирать этим результаты просто хранить их у себя можно будет там докером вместе с тестами подымать микро сервис куда спихивать это и прям вообще о чем ни о чем думать не нужно будет и еще один важный момент с чем мы столкнулись что скорее всего проблема с локаторами уже не такая большая проблема у людей и и там где в проектах то есть большинство проектов куда мы заходили и просили попробовать самом деле они проблемы с локаторами порешали и там где это невозможно было решить технически они порешали эти проблемы скорее процессуально то есть они договорились с разработчиками через процессы о том чтобы для не для них сделали там хуки там привязки в каких-то айди чтобы эти тесты все-таки проходили но мы увидели одно место где эта проблема остается до сих пор очень критической и это мобильные тесты то есть все что равна цена apium там вот как бы там на самом деле нативная структура приложения она абсолютно такая же это просто вложенность определенных элементов но проблема в них в том что они не имеют в себе вообще никаких локаторов вот ну прям от слова совсем это просто вот вложенность 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 какого-то уровня и где-то какой-то текст или как там конечный атрибут сейчас мы написали штуку то есть есть хиллениум веб а есть хиллениум apium поэтому мы тоже ищем сейчас проекты которые могут помочь нам обкататься на опиуме уже сейчас есть два помоле три ждем от них результаты собираем аналитику но как бы very welcome мы хотим посмотреть как это будет работать еще с мобилками потому что там эта проблема достаточно болезненно и вот это вот основные ссылки которые вам нужно запомнить и сохранить это собственно организация так называется хиллениум почему кстати хиллениум это как хилинг и селлениум потому что это хилинг для селлениум тестов капитан очевидность ну и два две опции для веба и для apium а так что заходите пробуйте скачивайте ставьте звездочки подписывайтесь нажимайте колокольчик вниз и все подобное я думаю что это все по 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 мнению подожди по хиллениуму и сейчас я расскажу о drill4j это еще одна штука которую мы пилим как отдельную тулу как отдельный продукт и она занимается немножко другой вещью по хилингу я думаю там если у кого-то вопросы поднимите пожалуйста руки есть давайте попытаемся их не забыть и зададим в конце хорошо чтобы я успел рассказать про drill так drill на самом деле переводится дрель почему мы решили так назвать потому что эта штука умеет впиливаться непосредственно в прям low level часть приложения для того чтобы понимать что внутри там происходит многие начинают путать эту штуку с ковриджем типа кому он ребята в 21 веке научились снова ковридж собирать эти потом трети нам эту дичь о том что давайте снова делать ковридж на самом деле нет ковридж в данном случае является абсолютно вторичной вещью и скажем так последствием того что мы делаем самим дрелом и ковридж как таковой насчет него много споров там типа давайте сделаем сто процентов а сколько хорошо 80 или 90 или 60 кому-то тоже хорошо на самом деле это нужно воспринимать таким образом что вот то число ковриджа которого сейчас есть назовем его x это всего лишь какая-то отправная . от которой вы должны смотреть насколько у вас становится лучше или хуже то есть у вас туда в плюс x ушло или в какой-то там от икса этот минус становится потому что все что становится в минус это говорит о том что вы что-то не дотыщиваете то есть качество вашего тестирования падает если она увеличивается то как бы это хорошо и здесь вот важен именно тот самый дифференста дельта между этим иксом и то с чем что она изменилась и вот чтобы понимать что находится в этой дельте чтобы осознавать что там действительно есть мы начали использовать такой подход и называть его тесту код маппингом то есть мы умеем соотносить тест который исполнялся с тем методом который был действительно затронут тестами давайте примерно вот объясню выжигая ваши глаза поздно я узнал что надо было на сером фоне делать объясню как это работает на пальчиках у нас есть какое-то приложение software under test который мы собственно тестируем и мы знаем какое количество методов вот просто понимаем что там есть внутри и у нас есть набор тестов который мы хотим прогнать относительно этого software мы начинаем его запускать и знаем что допустим в тесте метод номер один был задет тестом номер один тест номер также тест тест номер один задел метод 2 метод вот этот метод следующий следующий тест задевает соответственно метод вот этот вот этот прям с анимашечкой ну и дальше мы видим вот зачем он туда уехал ладно и мы видим какие методы закрываются какими тестами в период исполнения что в конечном счете на нам дает понимание что вот этот вот тест задел вот такой вот набор методов этот задел вот такой набор методов и имея обладает информацией при следующем код коммите который приходит к нам от разработчиков мы получаем приложение и знаем допустим точно какие методы изменились и имея этот маппинг мы точно можем сказать окей вот этот вот эти методы задевались вот этими тестами во время исполнения а значит все что нам нужно запустить чтобы перепроверить этот код change нам нужны только вот эти тесты и здесь получается идея того что мы можем сокращать regression suit то есть вот если сделан код комит если сделаны изменения если дописана какая-то фича мы можем знать о том чем ее стоит протестировать достаточно быстро и откуда происходит вот это вот сокращение если допустим у нас есть весь набор вот этих тестов всего наши там регрессии мы знаем точно что какие-то вот в этом код билде там в этом билде в этом код коммите не аффекта лись но знаем какие точно соответственно мы их просто перегруппируем берем их для запуска первыми и более того мы можем знать предыдущих прогонах падали они или нет а значит дать им приоритет запуститься именно упавшим тестом первыми а потом прогнать все остальные аффект нуты и да конечно же это нет ни убавлю не не убирает хочется на английский все еще перейти она не убирает необходимость запустить все эти тесты потому что как бы 1 месяц все-таки их нужно проверять но важный момент она дает вам проверить ваш комитом код сделаны разработчиком как можно быстрее именно самыми приоритетными тестами которыми его нужно проверять и на основе статистики аналитики получается что вы находите 95 процентов и шью за всего лишь 5 процентов того времени что раньше тратилось на перезапуск всех тестов понятно ли что за дичь я несу отлично сейчас покажу демо давайте покажу да а потом объясню как это работает собственно что мы здесь видим и на экране сделать чуть помедленнее потому что там будет слишком уж быстро там ускорено в общем то сейчас я открываю просто приложение которое запущено под клиника монолитное приложение против которого были запущены тесты он показывает что там у них намаплена было 18 процентов 70 рисков я объясню почему что это за риски почему они так называются соответственно также drill показывает что вот вот наши методы какие из них были задеты каким количеством тестов выжигает даже мне глаза мы здесь видим что эти методы были задеты вот этими автомашин тестами можем понимать каким типом и все такое прочее плюс можно делиться дробить на скопы чтобы разделять там допустим это юань динтеста сейчас мануальные а сейчас у нас там регрессия сейчас я перехожу во второй билд это уже следующий билд приложения который говорит что вот теперь у нас есть 97 методов у нас появился один новый метод в код коммите и у нас есть четыре модифайнутых метода то есть то что было изменено разработчиками в прошлом прогоне два из них были вообще удалены и все что вот момент о тех рисках которые здесь помечены цифркой 5 мы ввели такой терминологии говорим о том что все что у вас появилось новое и не протестировано и модифицированное но все это начинаем считать рисками то есть вот на основе этого код тесту код маппинга мы собрали информацию как было как стало определили какие там тесты и теперь говорим что ки ребята мы сейчас видим что у вас явно если вы не измените набор своих тестов каким-либо образом то у вас есть пять потенциальных не протестированных метода который добавляется внутри этого приложения и вторая важная цифра которая здесь говорит о том что тест уран какое количество тестов drill рекомендует запустить на этот код коммит то есть на те методы которые были изменены в прошло внутри приложения и вот если на него нажать то он показывает ровно те тестики которые нужно запустить для того чтобы перри по верифаять изменения также это можно забирать с помощью вот команды которая подсказана прямо в приложении и с помощью дженкинса дергать либо вашим прям ваши тесты узнавать какие айдишники вам нужно перезапустить у теста вместе с дрелом мы распространяем еще и там заготовки для тесты жиджи юнит и прочее где вы можете забрать и переиспользовать их для запуска то есть ну как научить тесты понимать какие тесты вырезать что делаю сейчас на экране это запускается дженкинс джоба которая настроена против приложения я просто исполняет вот эти вот тесты которые были порекомендованы дрелом для исполнения вот сейчас мы вернулись приложения все это работает в real time и все работает на сокетах все очень красиво и сейчас должен среагировать момент вот пошла запись волшебство вокруг единорога творится и сейчас записываются те тесты которые исполняются вот именно категории автоматизации вы также можете здесь видеть мену performance расскажу об этом чуть дальше но вот они закончились и сразу видно что текущий процесс вот текущая сессия увеличила как бы закрыть это перекрытие на 15 процентов мы видим что риски у нас сразу же сократились потому что мы этими тестами закрыли два новых участка и мы видим что на у нас сейчас подсказка запустить нужно всего лишь один какой-то ручной тест который там еще не исполнялся и как я говорил там есть менуал в том числе у нас есть плагин для браузера который можно скачать с google chrome магазина ты просто его устанавливает что-то обрезала экран но фактически это просто плагинчик в браузере который ты нажимаешь он сам автоматически подхватывает что на этом сервере установлен drill он видит что он там есть и все что делает ручной тестировщик в этот момент на экране она точно также собирается внутри дрила и сабмитается как проход мануального теста то есть в итоге мы видим и покрытие автомэйшн тестами юайными тестами либо backend тестами мануальными тестами ручными performance security вообще неважно какие какой вид тестов исполняется с информация собирается от всех сейчас вот на экране вам стало легче до на черном запустились в селением тесты на веб драйвере сейчас им нужно время немножко поскакать собраться и еще раз повторюсь неважно какой тип теста исполняется каждый тип из них может собираться и полностью показывать перекрытие вашего приложения в конечном итоге имея этот маппинг можно понимать где вы где недотестировано приложение где добавилось что-то новое и допустим в конечном итоге в чем удобство если есть разработчики автоматизаторы когда автоматизатор для тестировщик вид ага у нас есть один какой-то метод который после всей сессии вот после того как все ваше тестирование билда закончилось вы запустили вы исполнили вообще все свои тесты которые только были том числе и ручные но вы видите до сих пор что не покрыт какой-то один новый метод можно достаточно просто пойти к разработчику и попросить окей бро чего должен делать тест чтобы закрыть этот самый метод и в этот момент появляется тот самый момент то самое понятие observability между разработкой и тестированием когда и разработка и тестирование говорят на одном языке потому что основанием этого языка у них становится код приложения то самый там единственный источник правды и соответственно они там посидели поговорили потерли и выяснили какой тест нужно написать чтобы закрыть это самое изменение точно так же и разработчик теперь после каждого там собранного нового билда он может видеть что ага появились какие-то не протещенные куски кода которые явно нужно там не за тем же юнит тестами собрать и укрыть сюда что я показываю час на экране это информация о том какие тесты у нас вообще проходили сколько методов они запускали то есть весь этот маппинг в конечном счете был собран и доступен также эта магия работает и с микросервисными приложениями по той же самой по тому же самому подходу что просто каждый отдельный сервис становится отдельным объектом внутри drill 4g но тем не менее их можно собирать еще под общую аналитику магия здесь такая что если вы сделали какое-то действие на юай она прилетела на backend микросервисного приложения пробежалась по всем микросервисом как он должен исполняться собрала что она где потрогала сохранила и улетела обратно в ответ на юай и вот я вижу серёга там на заднем ряду сергей пирогов у нас еще пилит под это дело покрытие каверидж покрытие юая через джесс я думаю что в ближайшее время мы добавим еще туда и покрытие джесс а то есть в конечном итоге любой тест неважно мануальный автоматический можно будет понимать что какие методы какие куски кода он задевает внутри юая какие на бэкэнди в различных микросервисах и все такое прочее так а здесь просто идет показывание того что как это работает с микросервисами что это точно также собирает для всех микросервисов и понимает о чем информация постараюсь немножко объяснить как она работает технически сейчас она умеет работать с java приложениями пишется под dotnet может быть еще там ruby python попробуем позже смысл в том что эта штука нативно коннектится к живым машине тут жгет глаза давайте вот так вот меньше меньше белого drill4j на самом деле плагин плагин для живым а то есть вот тот самый живым машина которая java машина где который исполняет приложение написанное разработчиком она умеет им имелись в себе интерфейсы чтобы подключать плагины это нативный интерфейс он так называется java native интерфейс g.n.i. молодец к которому подключается плагин как его подключать это происходит достаточно просто и легко всего лишь в строчке запуска приложения как там пишется java jar бла 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 добавляется строка типа минус плагин и адрес плагина где он лежит при старте этого приложения он просто вгружает его все в память и дальше он работает на уровне чуть ниже чем находится сам код java ский он работает нами на уровне между интерпретатором это в этом сишный код в уже код для инструкций для там то чтобы цепу на инструкции для машины и drill умеет слушать во первых вот откуда мы понимаем какие тесты какие методы так и какие методы изменились drill умеет видеть каждый конкретный метод внутри приложения понимать его инструкции понимать его бинарку и вообще все что внутри него происходит в том числе может даже понимать с какими переменными был запущен метод какие где там ошибки высыпались то есть фактически закрытое java приложение превращается из black box а white box можно понимать все что происходит внутри и в этот момент когда прилетает какой-то запрос от тестов причем там не важно какие тесты там всего лишь к тому http запросу который летит к серверу добавляются специальные хидеры хидеры это базовый функционал любого http запроса хидеры всегда внесут в себе информацию о том там токен авторизации какой-то браузер какой прочее прочее и туда можно записывать любую информацию так вот получается что всего лишь для того чтобы заставить работать ваши тесты с дрелом добавляется маленький врапер вокруг отправщика сообщений правщик и там того кто дергает ищите при запросы он добавляет туда хидер говоря о том что вот этот вот запрос относится к дрелу то есть почитай его этот запрос из вызван был тестом номер четыре юзером таким-то сессии такой ты всю информацию который можем собрать со стороны тестов она прилетает к живому и прежде чем она пойдет бегать по инструкциям приложения на стороне приложения плагин забирает окей про это мой короче я сейчас буду записывать что ты делаешь он себе помечает пробегается по всей структуре собирает все что он продергал пишет к себе отправляет запросом все успешно и таким образом здесь может быть любое количество потоков со стороны тестов любые виды тестов неважно еще раз это backend тесты это юай тесты которые ходят и тыкают по экрану их тоже можно обвернуть специальным врапером который будет сообщать что это и те самые мануальные тесты которые вот вы тыкаете просто ходя по браузеру extension просто дописывает к ним хидеры говоря о том что это наши тесты пожалуйста используя эту информацию все соответственно это прилетело пробежала по всей этой структуре и сохранилась конечном итоге у нас есть маппинг полный между тем кодом что исполнялось и чем исполнялось как только приходит новый build комит и опять просто подымается приложение вместе с плагином плагин пробегается смотрит а какой там сейчас новая структура он сравнивает эти внутреннюю начинку бинарное содержание методов понимает что какой-то метод изменился то есть для этого даже не нужно коннектиться гитхабу или где у вас лежит код он читает это прямо из джарки из того как там сложного приложения который уже готова запускаться он читает в чем его разница находит какие методы новые которые какие изменились какие переименованные где изменились параметры в методах и соответственно отдает эту информацию вам дальше уже маппинг что с чем соединили запустили и получили перезапуск тестов вместо тысячи тестов запускать сразу 23 для того чтобы моментально проверить тот код change который был сделан разработчиком я думаю что на этом у меня все основные ссылочки которые вам явно нужно знать кровь из глаз от яркого экрана это drill4j github.io это лендинг пейдж телеграм-канальчик где находится команда разработки делающие это ну и в конечном счете все это доступно на гитхабе под организацией drill4j также это все apache 2.0 то есть соответственно абсолютно бесплатно для использования волком к использованию волком к опыту у нас уже используют определенное количество проектов то есть это уже обкатана в продакшене я думаю что вам тоже это понравится все давайте вопросы спасибо большое за доклады вопрос про хелениум то есть ну это туза по сути позволяет только сохранять какой-то альтернативный селектор для элемента да вот вопрос есть приложение ну точнее даже условно есть клиенты у него есть несколько маркетов и для каждого маркета есть свой сайт и дополнительно есть еще продукт который позволяет кастомизировать layout каждого из сайтов отдельно но по большому счету все flow которые могут пройти через сайты они одинаковые и ну вот очень бы хотелось связать с хелениум потому что часто происходит такая ситуация что там условно на трех двух сайтов из пяти один grid на всех остальных другой и вот я думаю что это прям даже идеальный кейс это просто и взял маркет поэтому да и супер вот я насколько понимаю реально один альтернативный селектор может хранить да ну смотри на самом деле он может возвращать больше там он может взять список тебе а вот раз он про использует первый самый приоритет да вот просто что вопрос насколько в данном случае будет за affection performance тестов ну поскольку зачастую мы же имеем не один там локатору которую ну то есть я понимаю да но саре тут трейдов между тем что у тебя вообще-то я ступал да и ты потом заново геморроешься его восстановить или он тебя пускай там на три секунды дольше проработал но прошел я помню что в первых итерациях там это прибавляло типа 7 секунд за поиск пока и мы лет этот работает но сейчас по моему это уменьшили до там одной секунды 16 в среднем то есть как бы это совершенно не страшно и как бы приоритизация элементов только внутри по весу происходит то есть а самому никак нельзя будет например пока нет но это хорошая мысль типа что подсказывать ему какой должен должен сама равен приоритет мы тут знаешь на что смотрим на самом деле немножко пойти чуть дальше и вообще просто избавиться от локаторов но потому что зачем нам вообще думать а вот этой вот текстовой форме указания адреса каждый раз то есть мы получается берем страничку переводом находим на ней элемент переводим ее в какой-то вот типа человека читаемый текст чтобы найти потом с помощью него что-то на страничке и вся загвоздка все проблемы вечно вот здесь то есть нафига нам вообще мы в принципе храним эти вот дом структуры каждый раз зачем опускаться к этого человека читаемому тексту есть мысль о том что просто всегда оставаться в доме а локаторы как таковые заменять на ну не то чтобы теги на указатели то есть просто имя той дом структуры который нужно использовать и сделать это возможно автоматически также вот типа через пуша не пул реквестов на что нужно автоматически поменять локаторы то есть если хоть раз он прошел вот хеленеум там подсказки поменяю вот эти локаторы это очень такая смелая идея потому что это типа перевернуть веб-драйвер давайте откажемся их спаса и вообще css ну там любых любых видов локаторов поэтому сначала это опробуем потом как бы если это будет работать то внедрим ну точнее не будет вызывать подгорание ни у кого но сейчас как минимум это показывает то что вот даже в том виде как хеленеум сейчас работает он там просто обалденные результаты дает то есть мы пока не нашли мест где он не работает окей спасибо да и вот прям ваша ситуация это прям топчик потому что вот один один из проектов у него проблема с локализацией у них но один тот же сайт очень много локализации которые чуть-чуть меняют расположение и они прям страдали у них каждый день страдания элит плюс в полный рост просто сейчас пищат от радости потому что у них вообще это все пропало мне всегда стабильно проходят тест ваш вопрос да спасибо за доклад drill 4g выглядит очень интересно насколько я понимаю это только работает поверх rest а как насчет веб сокета и его имплементации планируете может расширять такой функционал по моему даже он с ним и будет смотри в любом веб сокете все равно есть хидеры внутри этого летающего я вот сейчас не скажу но по моему ребята уже даже написали вот прям не буду врать потому что не помню но по моему уже сделано все равно что плюс ребята еще кроме того вот что сделали ну сначала она выглядела очень легко и просто когда у тебя просто монолитное приложение в которой растами кто-то долбит мы потом столкнулись с тем что люди зачем-то пишут микросервисы и а между ними там как бы магия такая что это как бы один рест другой раз третий раз четвертый рест они там все пасть по себе мы добавили возможность что если она улетает она летает между каждым рестом все равно передает информацию потом мы столкнулись еще больше болью тем что кто-то еще используется синхронный процессинг креста на микросервисах то есть как это выглядит это перед всем приложением стоит какой-нибудь rabbit mq или кавка то есть что-то такое типа очередь на обработку приложений и твой прилетевший туда rest request как бы ну типа поболтался поболтался а его отсюда консюмер сожрал потом в какой-то момент но ты не знаешь но мы и это сделали мы научили его из асинхронной очереди узнавать кто пробрасывать через вот эту всю богадельню возвращать все равно всю информацию и в принципе сам по себе drill он он весь на сокетах работает построен прям так что я думаю сокетами тоже никакой проблемы хорошо спасибо еще вопросики да у меня вопрос по хеленему а как он работает а если ты используешь экспрессит в это через экспресс получаешь элементы ой ну ты вот в кости хороший вопрос в этих случаях не используй спасибо но потому что если хотя нет смотри все будет нормально потому по той причине что если ты ожидаешь отсутствие элемента и хелениум будет пытаться его найти то он скорее всего его не найдет и в итоге примет решение что упали просто у тебя это ожидание займет дольше времени пока он все переберет вот в этом единство разница но здесь затрагивается еще очень-очень важный момент что да есть вероятность false positive срабатывание потому что если вдруг какая-то кнопочка где-то рядышком и достаточно сильно похоже то пускай там у нее будет очень низкий приоритет но если там алгоритм сможет вернуть что кей допустим у нас нашелся только один элемент с минимальным индексом похожести там типа 0004 процента но если он будет единственным списке то как бы он тоже сработал же поэтому здесь еще нужно найти будет баланс вот где этот линию проводить что вот все что допустим ниже индекс ниже там 60 процентов уже считаем не подходит сейчас на помню стоит он в районе 80 что такое все что ниже при этом 80 мы считаем что это вопрос у меня вопрос вопрос по дриллу как я понял в случае для жавы это такой глобальный профайлер который имеет полный доступ к инвокации любого метода с учетом того что удрила есть эта информация может быть я прослушал это и это было озвучено но почему бы не мерить performance вызова методов и грубо говоря сравнивать и запуск запуску предполагая то что тесты в принципе имеют те же самые параметры баз данных скресет артур самый дамп и по факту мы берем уже чистый performance ну понятно там ошибкой можно на дистанция и мы даже это делаем но просто еще не рассказываем мы мы идем планомерно то есть на самом деле мы раскопали ящик пандоры потому что там делать можно очень много всего прям критически много всего это и собирать performance каждого отдельного метода мы можем ну то есть собирать все exception прям как они происходят можно даже отличать что если ручник ходит по экрану вот тыкает да и на сервере происходит ошибка он и не видит мы можем эту ошибку подсветить показать где она произошла в том числе мы можем понимать это ошибка потому что он нажал или на сервере сама ошибка или другой пользователь тыкал этот же бронут это же приложение там через другой браузер мы это тоже можем отличать мы можем знать с какими переменными исполнялся метод а значит если произошла ошибка мы выдаем ее внутрь этого плагинчика ты нажимаешь submit в джиру и у тебя туда уходит информация для разработчика где что какой стек трейс какая структура с какими переменными в там окружение кто чем ты сделал какие и какие были значения у переменных и все что ему остается дело поставить бряку но break point дойти до туда вписал нужные цифры тут вот тебе результат таким образом вот разбирательство именно с проблемой для разработчик она прям в ноль сокращается и все это ему может дать ручной тестировщик либо автоматизатор в один клик перформансы мы можем понимать сколько до миллисекунд исполнялся там каждый конкретный метод но короче у нас сейчас такой объем информации огромный что мы по кусочкам вот расписали там что когда будем делать начинаем отпиливать отъедать самом деле вот почему там на одном слайде подписал это как код в тесту код плагин потому что на самом деле сам drill это он подразумевает под собой платформу если вот переключиться на видео которое вот это чуть-чуть давайте перемотаю вот даже принципе здесь видно что что сейчас дрил то есть это как админка которая видит два запущенных агента вот эта группа агентов нас на основе макросервисов а это один агент этот тип агента как раз таки тесту код маппинг но здесь еще есть список других плагинов которые можно тоже подключить и более того ты можешь подключать их на один там допустим gvn машину несколько плагинов один будет заниматься перформансом второй чем-то еще третье еще и прикол ну как бы идея дальше в том что можно будет иметь расширенное количество плагинов и накидывать их зависимости от нужды определенной машины где и что ты хочешь проверять спасу спасу ваши глаза и и и и и просто почему мы взялись сейчас за тесту код маппинг и за сокращение регрессии потому что это лучше продается это сейчас тема на хайпе и так как нам ну то есть считаю это такой маленький стартап внутри компании который нужно искать финансирование найти его можем через вовлечение клиентов и вот для клиентов сейчас больше болит понимание сокращение регрессии лишних тестов ненужных тестов дублирующихся тестов с этим мы можем ему дать то есть мы вот как бы имея эту информацию и зная переменными с которыми исполнялись методы мы даже можем понимать что вот этот один тест он вызвал вот такую последовательность методов внутри которых сработали вот эти вот переменные значения переменных если вдруг где-то какой-то тест повторяет то же самое можем сказать вот этот тест явно не нужен это прям дубликат прям дубликат настолько что он даже одни и те же переменные используют и поэтому первым приоритетом взяли эту штуку пилим ее дальше будем допиливать добавлять маленький вопрос по поводу первого приложения то есть вы рассказывали о том как сравниваются например как ставится деревья для веба для мобильного приложения сказали что у нас есть другое решение я всю часть второго видео ломал гол а как же можно из батареи дивов понять все таки где этот элемент ну то есть я ничего не придумал более-менее эффективного и может быть вы расскажете на пальцах картинка алгоритм фактически вот эту возможность дает тот самый алгоритм который лонг тот этот этом си секвенс вложений потому что его основная как бы он основан на количестве шагов внутри дерева и соответственно первая привязка это в количество вложенности и сохранение структурности вложенности а второе это хоть какой-то якорь конечный на конечном элементе неважно имя текст там параметр какой-то и вот основные два влияющие факторы это конечный якорь и количество вложенности поэтому честно объяснить настолько глубоко как он хорошо там получается у нее работать фиг его знает но результаты показывают что у него получается и предположение почему это получается это алгоритма потому что он как раз таки основан на том чтобы собирать вот эти нес ну то есть неописанные деревья понимать разницу в неописанных деревьев а именно сравнивать структурность этих деревьев поэтому так наверное получается просто что для юая мы его усиливаем еще добавлением веса характеристик а что происходит со страницей если у нее структура генерируется динамически то есть у нас например тест пробежал успешно мы сохранили структуру следующий раз тест бежит а структура страниц уже будет другая потому что там я не знаю тестируем галочку куда поставили у нас половина элементов просто исчезла опять-таки максимальный приоритет имеет конечный элемент и атрибута конечного вот этого якоря который отработал поэтому если это как бы одна и та же кнопочка которая не сильно там изменилась либо претерпела не больше там 80 процентов изменений но она там не знаю она переименовалась мы ожидаем что она переименуется она почему-то не перемена ну то есть не знают страница та же выглядит так же элементы должны быть другие тест упал мой ответ попробуйте посмотрите вот честно знаете как очень часто там на конференциях там прошлом году и позапрошлом было модно рассказывать доклады о том как тестировать email ответ простой да хрен его знает потому что вы даете учет на вход и смотрите что-то на выходе все это все как все как вы тестируете мы в этом случае просто посмотрите на ваши результаты потому что конечном счете email это подбор каких-то этих вот параметров чтобы угодить под какое-то определенное условие но мне сказать сложно если там все уж совсем изменяется сильно то может и не будет работать но если это изменение не составляет больше 60 80 процентов то работать точно возможно да нет в привязка не к тесту а к page object вот именно что к page object это вот для этого добавляется page aware find by потому что page aware мы типа принимаем во внимание по и пиджу чтобы их не перемешивать но и в этом плюсик что если у вас одна и та же пиджа используется в разных тестах то как бы она отработает в конечном итоге там и там ну все мы уже просто вышли в лимит по времени наверное можно дать на перерыве и остается выбрать только самый лучший вопрос да мне вот тот вопрос в косточку понравился проект explicit weight да хорошо всем спасибо